Датчики, которые напрямую подключаются к компьютеру, датчик электропроводимости, температуры. В школу номер 97 Железногорска поступили приборы, 3D-прототипирование, 3D-лектория и химическая лаборатория. Для чего школьникам необходимо современное инновационное оборудование. На сегодняшний день мы и выбираем те спектакли, которые едут на фестиваль, и выбираем из них лучшие. Каннский драматический театр посетили критики для того, чтобы выбрать лучший спектакль на ежегодный конкурс «Театральная весна». Крыгать не страшно. Самое страшное, когда на тебя одевают парашют, тебя ведут в самолет, и ты понимаешь, что люди улетают один за другим. Ну, а потом это просто необъяснимое ощущение. В селе Нарваманского района школьники проходят допризывную военную подготовку и учатся приемом рукопашного боя в местном клубе «Ратибор». Датчики, которые напрямую подключаются к компьютеру, датчик электропроводимости, температуры. А можно сказать, он автономный или через напряжение? А он через USB-порт. 97-я школа презентовала инновационное оборудование. Накануне заместителю главы администрации Сергею Проскурнину, железногорским учителям химии и журналистам, показали зону 3D-прототипирования, 3D-лектории и современную химическую лабораторию. Если раньше мы переливали с пробирки в пробирку, это было не очень безопасно, не очень экономично. Обычно пипетками занимались. Вот эти штуки, они позволяют принципиально по-другому организовать образовательный процесс. Школа получила оборудование еще в начале декабря в рамках кластерного образовательного проекта. Федеральный бюджет выделил Железногорску 25 миллионов рублей на оснащение школ, имеющих статус инновационных площадок. В том числе и для 97-й закуплено оборудование на сумму более 5 миллионов. Главный финансист города убедился, что не зря поддержал заявку школы и отстаивал ее в Москве. На бумаге всегда бывает очень красиво. В реальной жизни всегда бывает не так, как есть. И когда ты читаешь этот проект, а я его презентовал в Министерстве экономического развития, значит, казалось, все здорово, да, и так все замечательно, но казалось, в реалии кто еще лучше. Оборудование позволяет школьникам более глубоко изучать химию, физику, биологию и даже немного географию. Это уникальная возможность для технического творчества, считает директор школы Евгений Карташов. Мы разделяем два образовательных процесса сегодня, которые ведется в школе. Первое – это такой стандартный образовательный процесс, фундаментальный по тем предметам, которые всегда в учебном плане стояли, на которых программы написаны в соответствии с классикой, и мы там ничего нового пытаемся не вводить. А есть часть предметов, в рамках которых нужно дать ребенку возможность потворить, заняться творчеством. Прежде всего для нас важно, чтобы он занимался техническим творчеством. И вот именно для этого было приобретено ряд оборудования по кластерной программе. В рамках презентации для педагогов химии провели двухдневный установочный круглый стол. Преподавателям предложили создать единую городскую сетевую химическую академию «Малая Менделеевка». Дополнительные занятия на ее базе позволят школьникам углубленно изучать предмет. Оптический глазок этот вытащили, вставили цифровой куляр, да, он подключается к компьютеру, и теперь как в динамике, так и в статике можно делать фотографии, но из этого дальше результаты. Коллеги идею поддержали. Теперь им предстоит сформировать общую программу занятий. В том числе и для выпускников, выбравших химию к сдаче единого госэкзамена. Каннский драматический театр посетили критики для того, чтобы выбрать лучший спектакль на ежегодный конкурс «Театральная весна». Им представили три постановки по материалам классиков, такие как «Каренин», «Свои люди сочтемся» и «Счастливые люди или мертвые души». Эксперты назовут тот спектакль, который попадет, или может быть два спектакля, которые попадут в афишу «Театральная весна». И мы эти спектакли будем показывать на одной из театральных сцен города Красноярска уже в рамках фестиваля с 20 по 27 марта. По словам критиков, спектакли, которые они смотрели на протяжении трех недель, были разные по уровню реализации. Каннский театр оценили по достоинству, отметив работу режиссеров-постановщиков и профессиональную игру актеров, которые, несмотря на простуду и даже температуру, отлично выполнили свою работу. На сегодняшний день мы и выбираем те спектакли, которые едут на фестиваль, и выбираем из них лучшие. То есть мы и экспертные советы жюри в одном лице. Может быть, правильнее в дальнейшем было бы, чтобы все-таки лучшие спектакли отбирала одна группа театроведов, а уже самые лучшие из них выбирала бы другая. Новшество, да, приятное. Организаторы, это Дом искусств Красноярский, они обещают, что актеры получат возможность пребывать в течение всего фестиваля в Красноярске и смотреть спектакли своих коллег. Это такой, я считаю, продуктивный достаточно обмен опытом. Питерский критик Андрей Пронин не ожидал такого рассредоточения театральной жизни по всей территории края. Ведь в столицах России все не так. Маленькие города обречены, и весь эпицентр культурной жизни стекается в Москву или Петербург. Мы смотрели, где-то, сейчас скажу, от двух до четырех спектаклей в каждом городе. Что-то мы смотрели на видео, что-то в записи. В частности, Каннский Томатический театр представил три спектакля. Сегодня мы смотрим третью работу. И я не могу пока еще назвать, поскольку мы не посмотрели в полную программу, но спектакль «Каренин» точно попадет в фестиваль. Он произвел у нас очень сильное впечатление. Мы даже готовы рекомендовать его не только на этот фестиваль, но и на другие фестивали России, где он будет востребован. Обязательным условием попадания в афишу театральной весны является оригинальность и новизна постановки. Молодежный центр «Сибирь-Ачинска» начал прием проектов, направленных на развитие трудовых отрядов города. К участию приглашаются действующие отряды старшеклассников, а также инициативные группы подростков, органы школьного и студенческого самоуправления, образовательные учреждения. Цель – выявить лучшие инициативы, помочь в развитии программы по благоустройству «Моя территория». Проекты на участие необходимо подать в срок до 28 февраля 2016 года. Очередной сезон «Спартакиады» и «Семейная лига» города Зеленогорска стартовал с соревнований по дартсу. Турнир на меткость собрал 40 семей, всего 125 участников. Правила для них были просты. С трех попыток набрать как можно больше очков. Очки команды суммируются, победители определяют по их наибольшему количеству. В течение 2016 года пройдут состязания еще по нескольким видам спорта. Это настольный теннис, плавание, стрельба, бадминтон, летний и зимний многоборий и другие. Задача «Спартакиады» – увлечь зеленогорцев спортивным образом жизни и еще больше сплотить семьи. Здесь выступают как полные, так и неполные семьи. То есть полные с мальчиками, с девочками, неполные семьи с мальчиками, девочками, папа и мама. Мы приглашаем всех жителей города зарегистрироваться и принять активное участие в «Спартакиаде» семейной лиге нашего города. В селе Нарва Манского района школьники после уроков домой не спешат. Три раза в неделю они проводят свое время в военно-спортивном клубе «Ратибор». Здесь молодое поколение проходит допризывную военную подготовку и учится приемам рукопашного боя. В Манском районе военно-спортивный клуб с такой направленностью пока единственный. Поэтому в нем занимается не только местная молодежь, но и ребята из соседних сел. Среди них юноши и девушки – всего 30 человек. Клубу «Ратибор» всего 4 года. За столь небольшой срок существования его ученики достигли значимых результатов. Они неоднократные лидеры краевого слета патриотов, чемпионы края и призеры первенства России по армейскому рукопашному бою. В общей сложности юные патриоты имеют более сотни различных наград. Значки – это заслет патриота и прыжки с парашютом. Прыгать не страшно. Самое страшное, когда на тебя одевают парашют, тебя ведут в самолет. И ты понимаешь, что люди улетают один за другим. Ну, а потом это просто необъяснимое ощущение. Это сейчас школьникам Нарвы есть чем похвастаться. А вот 4 года назад в селе военно-патриотической подготовки совсем не велось. Ветеран боевых действий, бывший сотрудник ОМОНа и МВД, глава сельсовета Сергей Олейник решил все изменить. Он открыл военно-спортивный клуб и тем самым предоставил ребятам альтернативу улице. Когда я пришел сюда участковым, два или три ребенка состояли на учете. Полиция там, ну, везде. У меня была идея того, что чем они ближе ко мне, тем меньше сделают повинного решения. Сергей Олейник нашел помещение для занятий – бывший сельский кинотеатр. Родители учеников помогли оформить зал, спортсмены из Красноярска подарили ринг. Было сделано все ради того, чтобы молодежь бесплатно занималась спортом, вела активный и здоровый образ жизни. Сергей Сергеевич с того момента, как сюда приехал, он создался этой идеей. То есть он находил какие-то пути, чтобы действительно этот клуб был, чтобы он развивался, чтобы сюда шли дети, чтобы им было интересно. Ну и вот, как бы я считаю, что за такой короткий период времени и то, что как бы у нас в поселке этого не было, и практически начиналось с нуля, то результаты, конечно, и спасибо ему огромное за то, что он их привлекает, детей, выезжает с ними на сборы. То есть они познают очень много нового и интересного не только в кругу своего поселка, но и в общем крае. Чтобы воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, необязательно иметь большие спортивные залы. Достаточно найти отличного тренера. Даже после самого тяжелого рабочего дня Сергей Олейник готов проводить занятия. Делает он это для души. Очень хороший человек, с сильным духом. То есть, ну, мне нравится, как он нас тренирует, дает навыки. Те мальчики, которые пришли на занятия в военно-спортивный клуб, будут готовы к службе в армии. Возможно, в дальнейшем они станут настоящими защитниками Отечества и своей семьи. Владимир Рева – представитель редкой профессии кукольников. Он уже много лет подряд является чуть ли не единственным автором всех кукол театра историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское». Его герои-марионетки развлекают юных зрителей на праздниках и ярмарках. Как рассказывает мастер, каждая кукла рождается сначала в его мыслях, а уже потом переносится в эскиз. Вот носишь и носишь здесь. Потом сел и нарисовал. Не то, что вот сидишь и ищешь. Это вот когда тебе что-то заказали, надо делать быстро. Вот тогда сидишь и ищешь, мучаешься. А когда у тебя где-то там время есть, он складывается, и уже просто берешь и рисуешь. Прототипами героев становятся простые люди, которых Владимир Михайлович высматривает на мероприятиях музея. Наблюдая за родителями с детьми, он находит нужный образ для своих произведений. Я из-под тяжка зарисовал. А вот эта девочка, она как раз хотела предметы потрогать, а ей не разрешили. И она так плакала, а потом у нее вот такой вот вид был, такой вот расстроенный, недовольный. Ну вот отсюда и придубывается. Потому что то, что есть на самом деле, ты хоть как делай, не придумаешь. А вот когда увидишь, тогда и главное успеть или зарисовать, или запомнить, чтобы потом зарисовать. Материалы для марионеток по пьемаше и краскам. Последние детали вносят уже костюмеры театра. Они шьют наряды и завершают образ игрушечных актеров. Гармоничность работы Владимир Леева проверяет на репетициях. На репетицию я, конечно, прихожу смотреть. Почему? Потому что вдруг что-то неудобное. Мне говорят, я поправляю. Создавая театральную куклу, Владимир Михайлович подходит творчески. Делая куклу, всегда старается, чтобы она была легкой, удобной для актера. Владимир Михайлович не представляет свою жизнь без музея. В некотором роде это его дом, а кукла его дети. За такую самоотверженную и преданную работу его очень любят и ценят коллеги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова